МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, значит, так. «Двенадцать стульев» – весьма популярное произведение, народом любимое, зачитанное до дыр, понимаете? Значит, опять-таки, а что там такого? Там смешно. Эта ситуация может случиться с любым человеком. И когда в зрительном зале сидит, человек смотрит, видимо, в подсознании радуется тому, что это не с ним, а с кем-то другим происходит, понимаете? Вот он на это и реагирует. Ну, а что там? Что там? Значит, убрать эту сцену, эту историю нельзя, правильно? Даже если бы была цензура, вот, ханжеская такая. Два стула у инженера Щукина и его жены Элочки. Ну, а дальше, когда он один из стульев, уйдя от своей жены, взял с собой, ну, вот случилась такая история, когда он принимал душ. Такое частенько бывает, что вода отключается, вот, а человек намыленный должен был, значит, позвать дворника. Собственно, вот все, что там есть, и, собственно, снималась-то картина вовсе не из-за этой истории у инженера Щукина, правда? Вот она начиналась с того, что, значит, приходил инженер Щукин домой. В очередной раз понимал, что любовь куда-то уходит, и жить так невозможно, и он уходит. Вот, собственно, история какая, да, и, видимо, так сказать, несчастье его не покинули, а продолжали наслаиваться, и вот случилась эта беда, значит, с душем и с водой, которая время от времени отключается. У нас до сих пор, наверное, это происходит, понимаете? Или не подключают что-то, или отключают что-то. Вот мы квартиру построили, и года-два ждали, когда начнут подключать коммуникации. Понимаете? Два года ждали. Так что это все нам понятно, близко. Снимали на Мосфильме, там, на личной площадке на самом верху, значит, надо было, надо было туда, это, по-моему, четвертый этаж, что ли, был, надо было доставить осветительную аппаратуру, надо было приготовить это все, надо было подключить, надо было выстроить, понимаете? Ну, вот, значит, на это уходит время. День был летний, жаркий очень. Поэтому никто не... Вообще, ведь, когда идет работа, идет съемка, занимаются этим, а не клубничкой, опять-таки, не тем, что, а, надо же, сейчас, понимаете. А, значит, надо было с Леонидом Иовичем Гайдаем эту сцену, там все снималось, по-моему, одним кадром, это надо было отрепетировать очень тщательно. Вот, надо было понять, как захлопнется дверь, как ты поскользнешься и выпустишь ручку двери, и она захлопнулась. Как дальше? В общем, вся эта, так сказать, хореография и выстраивалась постепенно, так сказать, ходили по площадке, это все проходили, 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 проходили. Когда это все было готово? Ну, в общем, практически, ну... Ну, почти весь день снимали. Вот. И было очень тяжело и жарко. И... Ну, это тяжелая съемка была, я имею в виду по условиям, потому что, еще раз говорю, жарко, жаркий день, аппаратура работает. Тогда ведь не нынешние приборчики, а тогда диги стояли, там надо было их ведь тогда поднять туда, на этот четвертый этаж. Вот. А гримеры приготовили, естественно, так сказать, всю эту мельную пену взбили, мочалки принесли, это все было, это все было. Вот. Ну, и кроме того, как-то... я помню, скажем, что, когда какие-то сцены такие снимались, значит, то, в общем, это все делалось таким образом. Ну, или там, скажем, на каких-нибудь нюдейских пляжах, если приезжало иностранное какое-то кино, трусики телесного цвета. Но здесь они и не понадобились, потому что... потому что мочалка была замечательная, было много пены, и поэтому не надо было изощряться, чтобы так прикрываться, все, понимаете. Это все было нормально, естественно, и... так, как могло бы произойти с любым человеком в жизни. Вот так оно и было, понимаете. и... Ну, вот, может быть, даже я немного расстроил Леонида Иовича, потому что он, видимо, готовился, значит, перед самым мотором, значит, завести разговор о том, что, может быть, все-таки без трусиков телесного цвета. Вот. И когда он хотел начать этот разговор, я сказал, да, да, Леонид Иович, ну, что мы будем говорить? Нормально. Это работа. Работа. Еще раз я говорю, ничего там такого, ах, ну, надо же что-то такое вот смотреть все. Понимаете, ситуация очень смешная. А чем вы его расстроили, я не поняла. Вы говорите, может, я его расстроил? Ну, он... Ну, он думал, что надо будет поговорить, может быть, готовился, а... Оказалось, что готовиться не надо было, в общем. Ну, что придется уговаривать. Ну, да, ну, конечно, естественно, да, что, может быть, попробуем, а? Да нет, ну, Леонид Иович, ну, зачем? Ну, что, ну, честно. И эта картина не самая главная в моей жизни, понимаете? Кроме того, я служил в театре киноактера. Вот. Какое-то время служил в театре киноактера, это была моя работа. Ну, там получилось так, что с Гайдаем, значит, вот у меня, у меня три картины. Был организован театр Пантомимы, а в Абгике преподавался этот предмет, поскольку кинематограф начинался, как великий немой. Вот. В Абгике преподавался этот предмет, которым мы настолько увлеклись, что, значит, решили, по примеру современника тоже, создать свой театр, театр Пантомимы. И нам удалось, вот, благодаря еще тому, что Иван Александрович Шпырьев нас поддержал в этом, и при Бюро пропаганды советского киноискусства был создан вот такой театр Пантомимы. Два года он просуществовал, а потом его перевели в театр киноактеров. Вот. И, видимо, значит, вот эти навыки пригодились и заинтересовали Леонида Иовича, потому что сцена была, как вы понимаете, не словесная, а пластическая. И какие-то вещи еще, скажем, в следующей картине не может быть. Там, значит, мы с Натальей Крачковской пару играли, и там тоже была сцена, где потребовалось, ну, определенное такое владение телом, и... вот поэтому, может быть, Леонид Иович и позвал. И потому что еще в бриллиантовой руке тоже эти навыки пантомимические потребовали, значит, с этой собачкой, которая, значит, меня так все время тянула из кадра. а потом выяснялось, что это, оказывается, круг, вот такой был, значит, эффект комический. Ну, вот видите, все три работы, они и были связаны, видимо, с этими пластическими навыками. Вот я так думаю. понимаете, в кинематографе, вообще-то говоря, наша профессия актерская в очень большой степени зависит от того, как вас снимут, как смонтируют, сколько оставят, понимаете. Обычно артисты огорчаются, посмотрев в картину и говорят, самые лучшие куски выбросили. Что я могу тут сказать? Если кино получилось, то раз выбросили, значит, выбросили не случайно и не намерены, чтобы кому-то испортить роль. А в монтаже она начинает рождаться опять. Здесь самые лучшие куски остались? Да нет, а тут я привык на эту тему не задумываться. В театре я отвечаю за это. Опять-таки в театре работа с режиссером она несколько другой характер носит, понимаете. Но в театр я выхожу на подмостки один на один со зрителем, вернее, партнер, зритель, понимаете, и там несколько другой, другая жизнь. А кинематограф во многом дело такое. Ты добровольно подчиняешься, отдаешь то, что ты можешь сделать, да, и влиять ты на дальнейшую, дальнейшее твое пребывание на экране не можешь, понимаете. Ну вот, снялся и снялся. Ну, дай бог, дай бог, ну, вообще, надо сказать, что случай Гайдая уникальный случай, понимаете. Вот таких вот комедиографов, таких режиссеров, ну, я не знаю, я не могу назвать. Почему так режиссеры с трудом пробивали эти кадры, когда красивых женщин снимали однажды? Ну, не знаю, довольно сложно ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, потому что у нас вот в ту пору, когда я начинал, общество было достаточно пуристким в этом смысле. Вовсе не было, скажем, темы любви, это всегда было. Вообще не было никакого ханжества, на мой взгляд, понимаете. Просто по-другому смотрели на эти вещи, понимаете. Наверное, так сегодня ну, как бы как бы бесстыдство оно ну в ходу. что можно по этому поводу сказать? Когда чиновники вмешиваются, понимаете, в эти вещи, у них есть какие-то свои резоны, понимаете. И, вероятно, срабатывает первое, первое, что срабатывает, это запретить. Нельзя, нельзя. понимаете. Но глупость, это же делается, там, скажем, Ростоцкий снимал эту сцену не для того, чтобы клубничку какую-то значит, подпустить, не для того, чтобы картину продать, да, и чтобы побольше народу посмотрело. нет, не для этого. Я не буду объяснять, для чего, но это нормальная человеческая жизнь, так, и, в общем, все зависит от такта, от того, для чего это делается, от мастерства, этих вещей, понимаете. Ну, а что вы скажете, вот Тарковский так бился за кадры, вот он снимал ночь накануне Ивана Купавой, там обнаженные у него девушки в Иване Рублеве упали в кадр, хотели вырезать. Ну, слушайте, значит, если, скажем, вы живете в деревне, там определенное отношение к такого рода вещам, понимаете, очень простое, очень, это все связано с жизнью и смертью. Ну, понимаете, не ханжеское. И когда художник к этому прикасается, ему для чего-то это нужно, не для того, чтобы, значит, полюбоваться обнаженным женским телом, там, или прочим, понимаете, не в этом же дело. Ну, что я буду так сказать, пытаться это объяснить, у меня другая профессия, я не киновед, я не искусствовед. Пойдем в музей, и мы увидим картины великих художников, и увидим скульптуры, ноги, понимаете, но опять-таки, что это? Наверное, это восхищение природой человеческой, телом, пониманием того, что опять-таки, ну, что мы, мы что, ханжеством заниматься, дети рождаются таким вот образом, из любви, понимаете, из любви, и если, скажем, эту тему, к ней не прикасаться, я не знаю, почему, это тоже человеческая жизнь, понимаете, опять-таки, но если вы возьмете и почитаете Александра Сергеевича Пушкина, вы увидите там поразительные, проникновенные, возвышенные, да, слова, посвященные любви женщине, и одновременно с этим можно там в дневниках прочесть и какие-то другие слова, и это вовсе ничего не значит, это не значит, вот он такой с червоточинкой, да, это нормально, нормально, и он искренен, и там, и там, ну, что я буду, это смешно даже, понимаете, время было другое, но, ну, я не знаю, Наташа Аринбасарова, если мне память не изменяет, очень деликатно, Андрон Сергеевич снял ее, по-моему, она попросила дублера, дублерша вместо нее была, ну, вот видите, я не знал этого, но раз была дублерша, значит, он сумел сделать это так, что, ну, опять-таки, это было очень чисто, очень трогательно, понимаете, это никаких чувств не вызывало, кроме, ну, я не знаю, какого-то сочувствия, какого-то, понимаете, это очень, нежности, а не похоти, да, очень чистое, очень чистое и очень, не пуританское, но очень, очень, целомудренное, целомудренное, да, да, совершенно верно, очень целомудренное, понимаете, поэтому, ну, что тут говорить, еще раз можно вернуться к тому, что пойдемте по музеям, пойдемте посмотрим обнаженная натура, да, великие мастера писали, понимаете, великие мастера, и эти полотна вызывают волнение, восхищение, понимаете, а вовсе не похот, не слюни текут, и ты смотришь, понимаете, но это общая, это общая тенденция, я думаю, мировая, понимаете, и опять-таки, естественно, ну, 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 наснимаю, если человек не болен, если у него, так сказать, с психикой все нормально, он не будет все время подглядывать в щелочку, значит, и что-то испытывать, понимаете, ну, я могу, вот, сейчас забыл название, прошу прощения, на Чевском фестивале был голландский спектакль замечательный, и это было тем более поразительно, что, ну, ты знаешь, что есть английский театр, французский театр, российский театр, немецкий театр, голландский театр, я вижу замечательных артистов и поразительных актрис, очень женственных, и эта женственность в них, в них, она проявляется в повороте головы, не специально, они не подчеркивают, они так существуют в том, как вдруг нога вот повернулась, а нога осталась, да, это все, и ты смотришь, и я говорю, что это было просто поразительно, как это было женственно, как это было привлек... эротично, может быть. ну, понимаете, это же все вместе, я не могу... вот это вот такая... понимаете, есть привлекательность, есть привлекательность, там, скажем, Валентина Серова была такая, да, актриса, или я молодым артисткам говорю, смотрите, скажем, Бульвар Сансет, Глория Свенсон, посмотрите на нее, она ведь не изображает ничего, она такая, и вы сами должны почувствовать свою природу, вы сами должны ценить это, не культивировать специально, вот, понимаете, а надо чувствовать и надо... ну, надо понимать, что такое это, понимаете, вот. не каждому дано, вот в чем дело. Ну, как вам сказать, не каждому дано, не каждому дано, но, понимаете, да, природа, природа, скажем, кому-то с рождения это все дано, да, правильно, но, опять-таки, это очень глубокое понимание человеческой природы, знание ее, а какие-то вещи просто на уровне интуиции, но, я говорю, что если если это понимать, если об этом задумываться, ну, как сказать, ну, вот как-то, я не теоретик, понимаете, но я прихожу, скажем, в аудиторию, смотрю и студентке говорю, вот, ты видишь, как ты сидишь, ты видишь, как ты сидишь, я говорю, вот запомни, потому что на площадку выйдешь и будешь другая, а тут это твоя природа, твое естество, значит, эту природу вот, вот, надо почувствовать и ценить, понимаете, вот дочка друга моего, художника Валерия Яковлевича Левенталина, Катя, я помню, ох, Игорь Николаевич, как вы стали, я не думал, я совершенно и даже не понял, о чем она говорит, а потом, потом, она-то художница, она же видит, она понимает, она чувствует эту пластику, понимаете, а мы, а мы очень часто сами по себе вот ее, она есть у нас, а на площадку выходим, мы что-то играть начинаем, и уже мы другие, понимаете, не знаю, объяснил ли я вам это или нет, и когда знают для чего, то тогда это делается невольно, невольно, целомудренно, понимаете, с восхищением, и тут все работают, понимаете, но вот это не обнаженное тело было, значит, ну, что-то, что-то, по-моему, там было так, была такая картина, ехали в трамвай Ильфа Петров, вот, и мы, это снимал Виктор Титоп, и сцена у меня была с Олечкой Гобзевой, и заключалась она в том, что, значит, я играл там скульптора Васю, она мою возлюбленную, и я, она приходила ко мне в мастерскую, а я ее не пускал, я не хотел, чтобы она туда заходила, вот, ну, что вам сказать, мы целый день провели работой над сценой, репетировали, все, вроде бы, все хорошо, все нормально, но, 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 что-то, что-то, вот что-то, но время идет, снимать надо, скомандовали мотор, сняли сцену, смена кончилась, мы разъехались по домам, кино было черно-белое, на следующий день мы приехали, значит, материал был уже готов, и Витя сказал, пойдем смотреть, а снимал картину Гоша Рерберг, Георгий Рерберг, оператор, да, великий оператор, и что же мы увидели на экране, сцена начиналась с прохода, с прохода Оли по коридору, развешанное какое-то белье было, и что-то, она шла по этому коридору, и это все задышало, это сделал Рерберг, ее портрет удивительный, все эти светотени, когда она идет по коридору, понимаете, все, и сцена получилась, вот мы уехали расстроены, а сцена получилась, понимаете, вот и все, вот и все, значит, либо, ну, снимайте, просто, значит, опять, все зависит от того, как вы смотрите, от точки зрения, от того, для чего это вам нужно, для чего вы это делаете, и если вы это делаете с восхищением, если вы это делаете с преклонением, то все замечательно, все получается, а если это нужно так, для того, чтобы, значит, я еще раз говорю, клубничку какую-то, вот, чтобы это потакать самым низким инстинктом, ну, так, кому это интересно, мы же другим делом занимаемся, понимаете, наше дело, человек, а, как сказал Федор Михайлович Достоевский, человек, такая загадка, разгадывать, которую можно всю жизнь, и так и не найти ответ, вот так,